Базилевс VFX Базилевс VFX Базилевс VFX И ждём, ждём и настраиваемся на тяжёлое соперничество с гениальным режиссёром, продюсером, чей фильм, конечно же, будет успешен и, конечно же, это будет великое событие. Мы будем надеяться на нашего зрителя, что он примет и наш фильм, и что мы достучимся до сердец нашей аудитории. А сейчас вот, собственно, то, о чём мы так много говорили, сейчас можно маленький кусочек посмотреть этого. В этом мире никто никому ничего не должен, но я буду спасать этот мир, потому что в нём есть ты. Кстати, я забыл представить. Дмитрий, мой водитель. Привет, водитель. А вот будет у меня машина, я тебя также буду сюда не приглашать. Дим! Выйдешь? Слушай, пошлите. А десерт. Это десерт. Охмуряю официантку, катаю на трамвае. Настя моя, понял? Ладно, Макс, отдыхай. Красивая девушка, а садится в машину к другому. Ты же мне жизнь спас. А сам ведёшь себя, как будто ничего не произошло. Я. Он по воздуху, и мы по воздуху. Смотри, он сейчас прилетит и спасёт его. Не прилетит, спорим. Ты с кем на него встречаешь? Ты должен меня понять. Он спас мне жизнь. Он говорит, ты его любишь? Макс, чёрная молния. Кого бы ты ни выбрала, я всегда буду рядом. Ну что, чёрная молния, остался последний экзамен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. Хорошо, но тут вот я специально выбрал такой трейлер, который не совсем про графику, но это просто, наверное, чтобы… Мы здесь очень много говорим про графику, про спецэффекты, просто, конечно, на мой взгляд, все-таки самый большой спецэффект – это он у нас в наших сердцах, в наших русских душах, поэтому, в общем, чтобы все знали, что там есть не только красивые картинки в этом фильме, а есть еще очень замечательная история любви. Но я думаю, что теперь надо перейти к теме, собственно, этого события нашего, и сейчас Дима расскажет несколько интересных фактов и несколько интересных моментов, которые касаются уже производства самого фильма в картинках. Свет можно погасить. У нас Дмитрий по драматургии, я по картинкам, поэтому я буду показывать в основном. Для съемок этого фильма была впервые в России примена очень хитрая технология. Она называется гимбал. Выглядит это вот так. Это установка пневматическая, на которую ставится машина, и она позволяет… Вот знаете, в игровых центрах есть такие автоматы, которые качаются. Вот это то же самое, только рассчитано на гораздо большую массу. И она была очень быстрая, настолько быстрая, что один известный актер чуть не пострадал при съемках. Мощность этой штуки равняется примерно большому трактору Кировец. Снимали мы на ней следующим образом. Актер садился в машину, машина качалась, и это позволяло ему отыгрывать какие-то резкие перепады в направлении, удары, повороты. Ну это вот одни из простых кадров, когда мы просто снимали на хромаке и совмещали со съемками на специальном автокране, который едет и с камеры снимает. Это… Это наш второй режиссер, да? Да, он очень болел за процесс, а так как эта установка не позволяла медленно шевелиться, да, она могла только очень сильно трясти, и он вышел, сказал, я сейчас все сделаю, сейчас вам помогу. Вот, у нас был самый большой хромакейный павильон в этом году. Площадь вот этой всей зеленой ткани составила полтора квадратных километра. Особенно было приятно вешать на нее маркеры. Ну были вот такие простые шоты, когда использовался съемочный материал, и просто немножко дорабатывался для красоты. Вот, но были более сложные, когда вот, например, сцена с тетей. Я могу немножко рассказать про этот шот. Вообще, конечно, это такое было… Испытание такое было серьезное для всей группы, потому что мы хотели снимать, собственно, переворот грузовика инкассаторского, и, конечно же, в полной уверенности были, что приедет бутафорский грузовик. Приехал настоящий инкассаторский грузовик, бронированный. То есть вес вот у этой машинки шесть с половиной тонн. И когда, в общем-то, на нее начали устанавливать пневматическую пушку, которая должна была его подбросить, то есть там пушка рассчитанная на… вообще, не знаю, она могла легковую машину подбросить, перевернуть кверх ногами. Вот здесь видно даже на этой… на этом мовике, что эта пушка, она просто пробила днище гнилое и сломалась. То есть она… у нее погнулся шток. Это вообще, это сталь какая-то невероятная, которую там, не знаю, можно на ней корабли таскать. Вот. А в итоге получился кадр гораздо интереснее, чем мы планировали, потому что так он должен был перевернуться и завалиться, а так он повелся совершенно неадекватно. И потом вот Дима с компанией придумали специальную анимацию для этой сцены. Мы переписали весь сценарий и получили такой вот неожиданный эффект. Нам очень нравится. Спасибо. У нас в фильме действие происходит в самых разных местах, например, в том числе под водой. Есть вот такая сцена, это full CG, сделанная всего лишь одним человеком, правда, в течение достаточно долгого времени. Его зовут Андрей Максимов, если он здесь. Андрюха, спасибо. Андрюха, ура. Вот. Это состоит из множества самых разных слоев, которые здесь не очень видно, но они там есть. Считалось это на прекрасной ферме T-платформ, очень рекомендую. Спасибо. Были простые эффекты, когда мы дорабатывали, например, вот этот Mercedes, добавляли ему огонь и сопло анимировано. Да, то есть здесь просто было много разных вариаций. Я просто скажу, что этот шот, он, конечно, давался очень нелегко. И вообще, то, что это же все в первый раз делается, то есть не было до этого пока летающих Mercedes. То есть мы вынуждены были это все придумывать, и поэтому там было невероятное количество разных вариаций. В конечном итоге, когда уже все просто готовы были повеситься, человек зашел на YouTube, ткнул в кнопку «ракетный двигатель», ну так, это в поиск, и нашел идеальный совершенно референс, который просто все посмотрели и сказали, вы чего, ребята, чем мы здесь занимаемся полгода. Ну, в итоге за два дня, по-моему, это сделали, приняли решение. Еще в фильме у нас есть полеты по центру Москвы. Мы это снимали сразу после Нового года, все было красиво, но было холодно. Вот, это у нас Mercedes, у него есть оружие, и он стреляет ракетами в нашу «Волгу». Ну, и достаточно долго гоняет по всей Москве, но наш герой выворачивается. На съемках мы использовали как настоящую пиротехнику, чтобы обозначить взрывы, чтобы был свет, и это выглядело естественно. Ну, и многое дорисовалось. Например, вот в этом шоте, вот видите, здесь вспышка, она была настоящая пиротехническая. Вот такая. Потом мы дорисовали ракеты, и улучшили этот взрыв, добавив симуляцию. Да, за отдельную плату я скажу, какой этаж мы конкретно взрывали. Чтобы вы там не селились на всякий случай. Ну, вот эти шоты, они на самом деле интересны тем, что здесь из CG только машина. То есть все остальное это съемочные бэкплейты. И, конечно, здесь всегда это был такой интересный процесс, затаскивать 25-метровые краны на крыше различных зданий, находящихся еще по пути следования нашего правительства. и каждый раз это была такая военная операция. Поэтому, ну вот, Дима, покажи еще раз, как это выглядит. То есть тут, ну, это, кстати, Москва-Сити тоже касается, потому что, конечно, они были от нас в шоке, все эти турки, когда мы там приходили с какими-то грузовиками железа. Но, тем не менее, результат, я думаю, что он, конечно, того стоил вот этих вот безумных затаскиваний на крышу. Такая картинка приходит, если вы снимаете на РЭП. Ее потом нужно довольно сильно корректировать. А это мы снимали на Новый год на Красной площади, прямо в то время, когда люди праздновали. Ну, можно так сказать, когда гости столицы нашей праздновали праздник всей России на Красной площади, то есть там было где-то 2 миллиона человек, наверное, я увидел пару русских лиц. Но это не важно, это очень здорово. Мы очень счастливы, что они действительно так ценят это место. И, конечно же, получить разрешение на это, это была тоже дикая проблема. Поэтому мы взяли просто РЭД, сказали, что это видеокамера любительская. И с одним каким-то чахлым милиционерчиком таким там ходили и снимали. А самое главное, что нам нужна была массовка огромная. И, мало того, эта массовка должна синхронно была выполнять кучу разных специфических действий. Но так как на это нам разрешение точно никто бы не дал. Поэтому мы всех снабдили мобильными телефонами. Они у нас рассасывались в этой толпе иноземной. Танцевали вместе с ними лесгинку. А потом, когда происходил звонок, они быстро все собирались около камеры, быстро все кричали, что-то такое падали на землю. И потом опять раз как бы расходились. То есть как бы такой маленький флешмобчики такие организовывали. Ну вот, к сожалению, нам пока не очень много можно показывать. В основном только то, что вошло в трейлер. И я надеюсь, на следующем ивенте нас пригласят. И мы сделаем нормальную презентацию, где покажем все интересное, что есть в фильме. А там еще много того, чего вы не видели. Немножко расскажу про проект. Зимой, когда шли съемки, передо мной стояла задача запустить процесс. Так как студия создавалась с нуля, нужно было при этом еще собрать людей, построить пайплайн, убедиться, что все люди, с которыми ты раньше не работал, могут работать в команде. И они именно те, кем представляются. В результате примерно за месяц практически каждый день-два приходил новый человек. Он садился, он начинал что-то делать. На него все смотрели, потом привыкали и как-то начинали работать. Всего за 4 месяца было сделано почти 700 шотов. Это рекорд. Я думаю, еще не скоро кто-то побьет, но я вам не советую этого делать, честно. Потому что под конец, конечно, мы не всегда приходили домой. Спасибо тем, кто ждал всех нас дома в это время. В «Молнии» было много особенностей. Во-первых, это была очень большая скорость. Во-вторых, как я говорил на прошлом ивенте, это была анимация машины. Про анимацию, я думаю, Дима скажет, как режиссер, как он ее оценивает. И как получился такой виртуальный персонаж в виде летающей машины в фильме. Да, я как режиссер могу сказать, что я не мог себе позволить просто ребятам дать поблажку в этом вопросе. Потому что если бы мы остановились на тех результатах, которые получались с самого начала, то тогда бы сейчас, я думаю, мы бы даже постеснялись сюда прийти. Вот с этим. А поэтому, в общем-то, был выбран такой путь именно производства максимально качественно, насколько это возможно. А это возможно только в двух случаях. Либо с нами находится бог анимации, который просто все знает. И который знает, как летают машины. Либо надо машину заставить действовать по всем законам физическим. Вот мы бога не нашли, а машину заставили. То есть у нас был написан специальный софт, в котором были все заданы физические параметры. Как физические параметры мира нашего, так и физические параметры машины. И именно в той модификации, в которой мы ее придумали и разработали. Причем разработали не сами, а совместно с конструкторами из Центра аэрогидравлических исследований. То есть по сути у нас был автомобиль спроектирован, который при определенном условии он реально мог подняться в воздух, реально мог балансировать. Он был стабилизированный. У него были масса различных каких-то там поворотных сопел и так далее. Я даже не знаю, как это все называется. Но смысл в том, что он мог летать. И вот эта программа в конечном итоге работала таким образом, что мы фактически задавали просто точку входа, точку выхода и скорость. А математика просчитывала всю траекторию, балансы, покачивание и как эта машина должна себя вести. То есть из какого двигателя, под каким напором, какая струя должна выходить. Вот, естественно, потом это все еще немножечко шлифовалось нашими аниматорами чудесными. И получился такой вот хороший результат, на мой взгляд. Ценить вы его, конечно, сможете в полной мере после выхода фильма. Добавлю, что в некоторых сценах процесс немножко напоминал боулинг. Ты ставил машину и говорил, лети туда. И она выписывала какие-то очень забавные движения при этом. Да, приходилось с ней договариваться. Но, кстати, порой даже и подсказывала нам, как лучше пролететь, как лучше себя вести. Я пару слов еще добавлю о новом Базилевсе, потому что я столкнулся с историей, когда пришел. Базилевс – одна из старейших компаний на рынке, одна из самых известных и делающая, наверное, самые интересные проекты в нашей стране, особенно в последнее время. Там работали очень многие люди. Но все эти люди работали обычно не в самом Базилевсе, а на каком-то из проектов Базилевсова. И задача была в создании студии именно внутренней. Первый раз за всю историю проектов, начиная с дозоров, студия, которая находилась внутри компании, сделала 70% самых сложных шотов. При этом другие компании тоже вложили очень большие усилия. И я хочу поблагодарить, если ребята здесь находятся. Но при этом мы и дальше планируем делать так, чтобы все, что мы можем контролировать и делать внутри студии, там и делалось. И я надеюсь, что в будущем это качественно изменит все наши проекты. Но единственное, только с Димой, конечно, не согласен в одном моменте, что Базилевс – это не самая лучшая компания, это одна из лучших все-таки, потому что у нас очень много хороших других компаний, которые занимаются и делают прекрасные проекты, за что им огромное спасибо. Я не говорил, что самое. Я не говорил, что самое. Мне так показалось. В общем, нет, на самом деле, то, что все занимаются этим делом – это самое главное, потому что надо максимально стремиться всем к качественному результату, и друг за другом тянуться, и друг у друга учиться. И в этом смысл, конечно, заключается, а не выделять кого-то в лучшие или не лучшие. То есть это важно, что мы все делаем одно дело. Точно. Вопросы? У меня вопрос по огоньку. Там был план, где на сопло накладывался огонь. Этот огонь компьютерный или съемочный? Потому что такой убедительный достаточно. На самом деле даже там нет огня, это просто искажение картинки, хит-хейст называется, и добавлено такое свечение. Но там план, где из сопла огонь вырывает. Это комбинация кусочков съемочного огня и каких-то фотографий, еще чего-то заварпленных. Огонь вы не делаете компьютерным? Прямо сейчас делаем для другого проекта. А в чем? В фильмов X. Спасибо. Так, шквал вопросов на экране. Ну, давайте еще в двух словах расскажу о перспективе. А, есть вопросы, давайте. Добрый день. Ну, во-первых, хочу поздравить с завершением проекта. Спасибо. У меня вопрос такой. А что заняло больше всего времени, отняло больше всего сил? Что было самым сложным в производстве? Самым сложным была анимация машины, потому что все остальное было понятно, как сделать. Например, подводная сцена, да, ну, было понятно, что она будет трудной, да, но как ее сделать? Ну, были мысли. Когда аниматоры с большим стажем, сделавшие много красивых проектов, сели анимировать вот такую вот твердую машину, которой нет глаз, волос, ничего, она просто вот коробка, да, они столкнулись с тем, что они не могли ее заставить летать так, чтобы простой человек увидел и сказал, да, это вот, наверное, так возможно. Она либо летала как вертолет, либо как самолет, но тогда она никак не могла бы там повернуть на Тверскую улицу. И вот эту задачу, пожалуй, мы решали дольше всего, потому что было очень много перепробов на разных путей, и в конце концов мы пришли к вот этой физической симуляции. Да, главное, что еще была именно концептуальная задача в этот момент. Она заключалась именно в том, что у нас же должна была машина, как бы она каким-то образом быть все-таки уникальным транспортным средством, вот эта летающая, потому что если она будет исключительно как вертолет себя вести, то что в ней уникального? Как самолет тоже ничего уникального. Так вот, как раз вот это вот сочетание маневренности, скорости и различных вот этих вот параметров, они ставились как вот идея, как задача для всех, и для CG-артистов, и для конструкторов, и для сценаристов, и для режиссеров, для всех. Ну вот это вот комплексно как бы решалось, и один из больших элементов это была именно анимация. То есть судя по тому, что была проделана очень большая работа по разработкам по машине, можно ожидать, наверное, и вторую часть фильма уже? Ну конечно, а как же. Ну мы посмотрим, смотря как. Если все, конечно, его будут смотреть в интернете, то вряд ли, а если пойдут в кино, то, конечно, и игры компьютерные будут, наверное. Спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос. А когда вот, ну, ракеты, это вы как, ну, собственный у вас софт, или это автурбер? Про ракеты вопрос, да? Да, да, да. Ну вот когда они летают, я просто после этого как бы... Вот, собственно, предыдущий человек, который спрашивал вопросы, вам, наверное, лучше к нему обратиться, потому что это Алексей Староселец и его команда, которые сделали нам большую часть всех ракет-фильмов. А, еще такой момент я просто заметил. Вот сейчас вы показывали, вот эти шоты, это уже как бы законченный, да, вариант. Просто, ну, это как бы не совсем вопрос, там просто такой момент, когда этот инкансаторский грузовик летит, он, получается, пролетает сквозь мусорный, ну, это... Я шучу, я хотел, что, конечно же, результат, или это так, черновой вариант? Вы про то, что машина не задевает инкассаторский грузовик? Да, получается, не машина, а стоит мусорное ведро, и инкассаторский грузовик пролетает, и как бы не задевает его, хотя должен забить. Волга там, если посмотреть... Мне кажется, что человек просто напрашивается к нам супервайзером в компанию. Спасибо, мы вас будем приглашать на приемку хайрезов. Вообще, там даже краска летит, которая срывает металл с грузовика. Здравствуйте. А вот у меня вопрос. Вот машину, то, что вы взяли, они вообще физически, они сейчас могут ездить? То есть они работают? Волги сами эти, да? Ну, вот Волга, например, она работает. Конечно. Нет, у нас сейчас про машины я могу рассказать. Вообще, машин на съемочной площадке было 10. 10 вот этих разных Волг, которые мы собирали по всем городам и весям, потому что, как вы понимаете, сейчас все пытаются... Потому что если у него Волга 21-я, то значит, он считает, что у него Бентли уже. Вот. И если ты пытаешься у него купить, то это все. Он сразу там цену какую-то безумную ломит человек. А поэтому мы нашли, в общем-то, нам пришлось ездить по каким-то деревням, поселкам и маленьким городкам, чтобы искать просто эти Волги за приемлемые цены. Мы собрали 10 автомобилей, значит, которые... На каких-то стоял двигатель от 6-й BMW. При этом, кстати, интересный момент, что там стоял двигатель от 6-й BMW, но коробка передач от погрузчика. Вот такое вот сочетание. Это каскадеры, то есть это они просто... У них свои там какие-то заморочки. Я даже не понял, для чего это сделано. Но, в общем, смысл такой. Эта машина могла за 5 секунд разгоняться до 100 км в час. А были машины, которые вообще не ездили, которые назывались там интерьерные, экстерьерные, в которые был очень хороший салон. Были машины, которые могли... Вот ставились на гимбл. Некоторые многострадальные машинки были у нас распилены пополам, утоплены в воде. Было еще две машины, которые мы... Так как я сторонник все-таки натуральных эффектов, а не компьютерной графики, поэтому мы очень много снимали. И вот как раз один из сложнейших моментов, когда у нас машина залетает внутрь строящегося небоскреба, и дальше она летит там, сшибая все на свете, это были настоящие съемки, это были съемки внутри строящегося здания Москва-Сити. Опрометчиво, конечно, хозяева разрешили нам туда поднять небольшую пневматическую установку. Вот эта вот небольшая пневматическая установка, это фактически была пушка, которая стреляла машинами. То есть мы в нее заряжали просто машину, насаживали на специальный шток машину, и она выстреливала. И машина, вот длина ствола была полтора метра, за полтора метра машина набирала 85 км в час скорость. И дальше она просто неуправляемая летела, конечно, разбиваясь в хлам. Так что две машины, вот они в качестве снарядов были использованы. А вот еще вопрос насчет Мерседеса. Мерседес тоже, у которого колеса поворачиваются, он тоже не ездит. Мерседес приехал к нам своим ходом. Было очень красиво, вообще они радовались безумно, как дети просто. Вот эти вот макетчики, макетная мастерская, когда к ним приехал этот С-класс, они прямо в восторге, фотографировались в нем, там даже покатались один раз, после чего мы говорим, так, ну вот сразу половину у него, значит, отрезаем, значит, вот сюда вот там двигатели из капота переставляем назад. Ну, в общем, плакали, но делали. Спасибо. Пожалуйста, слушаем. Будьте добры, раз вопрос касался машин, вами как-то согласовывалось это с автоконцернами, то, что вы использовали их автомобили в своем фильме? Ну, к счастью, есть такой закон, что автомобили в художественных произведениях не являются объектами авторского права. То есть мы можем использовать логотипы, мы можем использовать все различные аббревиатуры и даже названия. К сожалению, ГАЗ сейчас находится в таком состоянии, что они не смогли спонсировать нас никак, то есть это, конечно же, для них хорошая реклама, но точно так же, как вы увидите в фильме iPhone, например, вот компания Apple никому никогда не платит за рекламу их продуктов в фильмах, поэтому там очень много связано всего с iPhone, денег мы за это не получили, сразу скажу. Вот с Mercedes тоже ничего не получили, за исключением того, что они как бы разрешили нам пользоваться их автомобилями на территории Москвы и для съемок давали нам на прокат несколько машин. Спасибо. Тогда у меня второй вопрос. Вы по трейлеру можете ответить? Вот вы в своем трейлере используете саундтрек, это известная, так сказать, оркестровая команда и Mediate Music написала. То есть эту мелодию я раньше... Как называется? Это команда и Mediate Music. Вот они пишут большинство саундтреков непосредственно к трейлерам и к фильмам. Вы как-то можете ответить на этот вопрос? То есть вы заказывали... Вот очень интересный на самом деле момент. Я не знаю, как он касается компьютерной графики, но, значит, дело было так. А касается это в прямом смысле? Это делает вкуснее трейлер в любом случае? Да, конечно. Это правильно. Спасибо. На самом деле без хорошего звука, без хорошей подачи, без хорошего монтажа Вся работа по графике может оказаться бессмысленной. Значит, что касается саундтреков. Вот вы сейчас спрашиваете про вот этот вот... Intermediate Music. А предыдущее было интервью у меня, значит, мне там просто точно так же человек сказал, что господа, что же вы воруете у пиратов Карибского моря? Мы говорим, что воруем? Бог с вами. Они говорят, ну как, вы в трейлере используете их саундтрек. Это другой саундтрек. Это не то, о чем вы говорите. Потому что в предыдущем трейлере была другая музыка. Соответственно, рассказываю маленький секрет. Значит, это не секрет. На самом деле существуют онлайн-библиотеки музыкальные. Они работают по такому принципу. Значит, можно их бесплатно скачать, можно их использовать в черновом монтаже как угодно. Потом, если ты хочешь это публиковать, ты просто те треки, которые из них вошли, и ты их покупаешь. Соответственно, заключаешь с ними договора, на количество показов, на различные есть моменты, на телевидение, кино и так далее. Соответственно, мы совершенно интуитивно, случайно, честно, мы для первого трейлера выбрали музыку. Это оказалась музыкой из трейлера «Пираты Карибского моря». Причем выяснилось это уже потом, мне об этом сказал ребенок. А здесь, соответственно, вот сейчас я узнаю, что это тоже какой-то известный саундтрек. Ну, очень приятно. Мне просто был сам факт интересен, вы это для себя заказали или вот как вы сказали? Нет, это конкретно просто один из треков библиотеки. Я думаю, что это, наверное, говорит о том, что все-таки, ну, как-то мы подтягиваемся к мировому уровню. То есть у нас вкусы совпадают, что ли. Это говорит о том же, о том, что и вы. Вы делаете красивую графику, люди пишут хорошую музыку. Да, молодцы. Спасибо. Спасибо вам. Дима, у меня вопрос к тебе. Вот чуть-чуть подробнее про этот софт с машиной. Это, во-первых, это стендалон софт или это плагин Кмайя? И насколько сложно обучить людей им пользоваться вот так вот? Существует open source библиотека физическая, называется сокращенно ODE, расшифровывается Open Dynamics Engine. Она используется в основном в компьютерных играх. Наш технический директор Дима Слепчев прикрутил эту вещь к Мае и сам где-то, ну, там, через пару вечеров начал что-то пробовать. А потом приходит и говорит, слушай, я тут что-то сделал, посмотри. Я смотрю, и у него картинка лучше, чем у всех аниматоров, которые до этого делали. Хотя он, ну, вообще в жизни ничего никогда не анимировал. Вот. И потом начался процесс как раз обучения наших аниматоров работать с этой штукой. Сначала они такие, уберите это, я сейчас все сам сделаю. Но постепенно они начали в это втягиваться. И есть шоты, где анимация практически полностью сделана вручную, просто потому, что там надо было немножко приврать. Но в основном то, что летает, то, что поворачивается, это сделано вот с помощью этого открытого динамического движка. Да, фантастика. Слушай, а вот можно я сейчас приглашу на сцену опять красивую девушку, и она поздравит вас, но если не с днем рождения, а с тем, что у вас вот вы прикручиваете open-source софт к легальному софту. Ребят, хотел сказать вам большое спасибо за то, что вы используете легальный софт Autodesk. Вот. От лица компании Autodesk и Pro Video Systems. Большое вам спасибо. Спасибо вам. А вам большое спасибо за то, что вы делаете такой софт. Ну, это еще не все. Это у нас была первая часть презентации. Вы подкапливаете вопрос, что у вас, в принципе, уникальный шанс, потому что люди занятые и уйдут. И вот те люди, которые стоят там сзади по рампе, ну, это вот странно. Здесь есть очень много места и очень много чего можно спросить. Ну, смотрите, на самом деле, пока вопросов есть или нет, я в двух словах опишу, что мы собираемся делать. Конечно, сейчас первое, что мы собираемся делать, это выпускать черную молнию, поэтому с 15-го числа вам лучше телевизор не включать, потому что там сплошняком будут идти рекламные ролики, которых сделано порядка 30 штук. Вот. Я вас просто предупреждаю, чтобы психического не было, расстройства ни у кого. Но тем самым мы стараемся, конечно же, каким-то образом объяснить людям, что мы сделали. Значит, 31-го числа будет начало релиза, после этого мы следующим проектом нашим, который выпускает компания «Базилевс», будет проект Лео Габриадзе, режиссера, и он имеет, на первый взгляд, очень небольшое отношение к компьютерной графике, потому что фактически это такой очень добрый, комедийный, легкий фильм про футбол. Но есть один нюанс. Значит, съемки проходили в довольно тяжелых условиях, и снять удалось не все, поэтому в итоге сейчас, и к счастью, что так получилось, потому что в итоге пришлось очень многое сейчас планировать делать на графике, и когда начали это делать, то поняли, что, конечно же, можно это все гораздо сделать интереснее, улучшить, поэтому графики в фильме будет много, она будет в себе абсолютно незаметная, мы надеемся на это очень сильно. Но, в общем, небольшой трейлер, сейчас мы вам покажем, что вы представляли, о чем речь. А, да, и фильм называется «Счастье». Каждый Новый год я мечтал начать новую жизнь, но, по иронии судьбы, продолжалась старая. Старая. Ох, Сидорово, Сидорова, кто же «Счастье» пишет через час. Я так долго ждал подходящего случая, чтобы вырваться из этой дыры куда подальше. Подождите, не доните! И, наконец-то, дождался. Надя, вот мое счастье, и я уеду за ней на край света. Ты видишь за меня, Сапож? Теперь меня никто не остановит. Завтра у меня свадьба. Завтра буду в Москве. Там моя судьба, моя любовь. Небоскребы, супермаркеты, рестораны. Оставалось только сесть в поезд. Да. Прячемся. Добро пожаловать на чемпионат России по детскому футболу! Андреев, меня тут за тренера футбольного принимают. Вы уж скажите, кто я. Конечно, тренер. А кто же еще? Как? Мой поезд в новую жизнь ушел без меня. Но тут у нас же олимпийская система. Понимаешь? Нет. Проиграл, вылетел. А-а-а. Какой хороший был план. Надюшкин, уже бегу на поезд. Но провалился. Это что за хулиганство? А где ты их нашел? На улице. Из пизоринки. Опа. Попал ты, учитель. Из пизорников голыми руками не возьмешь. Ну-ка, кто здесь тренер? Ты или я? Не больше одной капсулы в день. Понос будет. Точно будет. Как только они проиграют, я смогу уехать. Так, подберегись. Тренер, полегче. Не могу что-нибудь придумать. Отличная нагрузка на все группы мышц. Рубодила. Не жалься ты. Если ты не приедешь, я уйду к другому. Я был готов на все. Ради Нади. Потел, ты сдурел? Давай, забей этим гадам. Но этих гадов ничто не могло остановить. Валите, валите, а? И чтобы я вас больше не видел. А на что ты готов ради счастья? А на что ты готов ради счастья? Сказал в конце теме Рубик Мамбетов. Спросил у вас. Вот это вот такой вот будет следующий проект. Мы его закончим где-то, наверное, в марте, может быть, в мае. И летом где-нибудь будем выходить. Соответственно, вы сами понимаете, какой там уровень компьютерной графики. Все эти дети, естественно, трехмерные, анимированные. Представляете, как тяжело детей снимать? Настоящих. Open source на движок. На open source на движке, да. Беспризорник.com Вот. Дальше. Следующие. Следующие проекты, трейлеры по ним мы еще не сделали. И каких-то презентаций нет. Поэтому в двух словах, наверное, просто можно рассказать. Значит, есть довольно интересный проект, который мы уже долго-долго готовим. Вот. Будем, наверное, в этом все-таки году, в следующем, точнее, году будем запускаться. Проект под названием... У него несколько названий. Вот думаю, какой это назвать. Ну ладно, пусть он будет называться «Фантом». Значит, это история про постапокалиптическую Москву. Такая вот мрачная, но интересная. И мы надеемся, что будет «Черная молния-2». Но это, как я уже сказал, посмотрим. Вот. Если есть какие-то еще вопросы, с радостью отвечу. У меня вопрос. Вот много проектов идет одновременно. Видно, что они наслаиваются. Они же не друг за другом. И, соответственно, вам приходится людей как-то между проектами распределять. Ну и нельзя так сделать, чтобы там они ждали одного проекта, потом другого и так далее. Вот. Кто решает эту задачу распределения людей? Ну вот управление людьми между проектами. И тем более ты обморвался. Человек приходит, садится на него, все смотрят. Он входит. Вот это вот вхождение, введение новых людей в проект, из проекта, между проектами. Как-то прокомментируешь? Да, у нас как-то так сложилось, что все, кто сидит рядом и работает, и те, кто друг друга видит каждый день, они кроме того, что они хорошо работают как специалисты, они еще просто дружат. Играют в теннис, ходят куда-то. И я очень прилагаю большие усилия к тому, чтобы поддерживать такую команду, к которой ты приходишь, да, и тебе там интересно. Не потому что тебе там деньги платят, а потому что, ну, тебе там кайфово. И вот вы будете потом все говорить, что это пиар, да, но так получилось, что Сережа как раз задал вопрос, который я хотел рассказать. Дело в том, что мы планируем в следующем году, для того, чтобы делать одновременно несколько проектов, довольно серьезно увеличивать студию. Поэтому заходите на сайт, присылайте резюме. Читаются все резюме. Извините, мы не можем на каждое письмо отвечать, но читаю я лично каждое резюме, которое приходит. Понятно. Кстати, по поводу игры. Неужели Дима Слепчев еще не написал такой внутри студийный движок, где можно было бы его там по сети гонять в машину и гонки устранить? Есть уже наработки, мы сейчас над этим как раз трудимся. То есть будет игра на самом деле, она сейчас, та игра, которая выйдет в январе, она, так скажем, это очень первая тестовая версия. Она даже не тестовая, она так сделана сейчас очень-очень казуально, так чтобы мы не выставляем ее как какой-то большой проект. Она фактически это просто будет некая такая обрамленная в графическую и сюжетную оболочку. Как раз вот эта вот версия этого движка, на котором можно погонять, полетать, там пострелять еще можно будет, но к ней серьезно относиться сложно, потому что она для детей до 12 лет. То есть от 4 до 12, поэтому мы так возраст ограничили специально, чтобы не думали, что это что-то такое большое. Но для малышей они порадуются, я думаю, полетают на Волге, по Москве. Понятно. А в прошлый раз ты упоминал о проектах с мифическими названиями «Асфальт». Вы знаете, «Красный асфальт» он такой на самом деле мифический проект, точнее не мифический, он мистический, но там все очень просто. Почему этот проект так тяжело идет? Просто по той причине, что очень сложно именно каким-то образом найти правильные слова и объяснить людям, что фильм, в котором главный герой побеждает за счет того, что он пьет за рулем, и как бы что это будет иметь обратный эффект. Вот пока такой фильм не сделаешь, пока не покажешь его людям, наверное, никто не поверит, что это вообще морально, что это можно вообще показывать, что это можно делать. Поэтому он до сих пор находится вот в этих вот серьезных каких-то обсуждениях на уровне Детройтской, департамента Детройтской полиции. То есть вот они все не могут решить, что-то снимать, не снимать. Да, но вообще проекты Тимура на самом деле с некоторых пор я не очень правомочен их озвучивать. И так много лишнего наполтал на прошлых ивентах. Но, в общем-то, наверное, так по-тихому можно сказать, что вон тот второй мы разрабатываем. Вот у меня на язык вертелось. И сейчас, если говорить про большую тему, которая еще у нас есть, и которую мы, конечно же, начинаем и будем ее развивать, это стереокино и то, что следующие проекты, и скорее всего мы начнем. Но это не является официальным заявлением для прессы, это просто некая мысль такая, что мы так предполагаем, что скорее всего вон тот второй мы будем пытаться делать в 3D, в стерео. Это не для прессы, я чувствую. Нет, это не для прессы, потому что мы сейчас начали просто эти тесты. Мы, как и многие, наверное, почти, наверное, у всех есть такие сейчас мысли ходят, что надо дальше делать все в стерео. И мы, соответственно, тоже включились в эту историю, в этот процесс. Так что в этом смысле мы надеемся на сотрудничество, на обмен каким-то опытом, и мы сами будем что-то, свои тесты какие-то показывать и рассказывать, что у нас получается. Потому что, конечно же, эта тема огромная, многогранная, сложная, неоднозначная. В связи с этим просто без относительно проектов, а по поводу стереотемы, раз возникла такой вопрос, хороший вопрос, тесты делали, и понятно, что стерео накладывает некоторые ограничения на то, как движется камера, на то, как там что-то подсвечено и так далее. Много ограничений. Вот вопрос тебе, как режиссеру. У тебя не возникло ощущение, что это тебя сильно ограничивает? Что, конечно, выхлоп здесь одного рода, внимание зрителя, новые эффекты, а ограничение совершенно другого. Во-первых, можно сказать, что ограничение для режиссера – это неплохо. Это очень хорошо. Вот чем больше ограничений, тем лучше решение. Это на самом деле так. То есть если скажут, что надо снять кино, какую-то сцену надо снять за тысячу долларов, и все, больше нет другого, то сначала паника начинается. Ты начинаешь кричать на продюсеров, да вы с ума сошли, да как вы вообще себе это представляете. А потом обязательно включаются какие-то креативные процессы, и ты придумываешь, как это снять все гораздо лучше, гораздо дешевле, и получается результат не хуже, иногда и даже лучше. Это Тимур так любил делать. Когда еще занимался монтажом, был режиссером монтажа, он говорил, так, монтируем 40-секундную версию вот этого клипа, там ролика. И там сидишь, монтируешь, там что-то делаешь. Сделал 40 секунд, он приходит такой, говорит, окей, теперь делаем 30. Как вообще? Ты что? Все вложено, душа здесь, вот она, все работает, все прекрасно, все красиво. Говорит, вот теперь давай 30. И когда начинаешь убирать это лишнее, как раз вот эти рамки появляются, 30 и все. И тогда раз смотришь, а ролик-то лучше стал. И так же с фильмом тоже. Вот у нас первая версия молнии, она была, по-моему, 3 часа. Ну, то есть это такое. А ее можно будет посмотреть? Ну, не нужно было. То есть я не думаю, что это было прекрасное зрелище, вот эта вот трехчасовая такая. Сейчас мы ее сделали в 100 минут, то есть это час 40. И она гораздо, конечно, бодрее, хотя пришлось от многого очень отказаться. То есть у нас было изначально где-то 1200 шотов с графикой, в итоге осталось 700. Вы можете себе представить вообще, через что пришлось пройти режиссером, отказываясь от 500 шотов компьютерной графики, то есть которые все казались прекрасными, каждый из них казался замечательным. Вот. Поэтому вот эти ограничения, они, конечно, очень хороши, наоборот. Именно. А что касается стерео, да, здесь масса нюансов. Тут, я не знаю, даже тема для отдельной встречи. Потому что... Ну, это вообще, это другая совсем история. То есть это другое отношение к материалу, другое отношение к съемке. И вот основная проблема, с которой мы сейчас столкнулись, с которой мы работаем, то есть не вопрос делать эффекты. Это очень легко. Вот эффект стерео, то есть спецэффект стерео сделать очень просто, потому что у тебя есть очень много хороших примеров. То есть ты просто берешь какой-то замечательный референс из любого там вышедшего уже блокбастера, там еще что-то, смотришь, как это сделано, изучаешь, там понимаешь суть, и фактически по вот этим канонам уже дальше выстраиваешь свой спецэффект. И он гарантированно работает, потому что это все-таки какая-то штука, которая там вылетает из экрана на тебя, повисает перед тобой вот в зале, и которую вот хочется потрогать руками. Или там неожиданно на тебя прыгает. Или наоборот, вглубь куда-то вылетает. Но проблема оказалась в другом. Гораздо сложнее делать романтические сцены, например. Вот когда у нас есть эпизод, вот мальчик девочку целует, и что делать? И зачем здесь стерео? То есть представляете, когда мы должны объединить вот эти вот, наоборот, мы должны проникнуть вглубь вот этих людей, мы должны их как бы почувствовать, нас ничто не должно отвлекать. А там по заднему плану какой-то чайник. И вот, и все. И ты вместо того, чтобы смотреть на них, на глаза, на губы, ты смотришь на то, что вот, вау, круто, комната, смотрите. И все. И вот это вот беда, потому что научиться делать вот драматургию внутри диалоговых сцен, чтобы 3D, чтобы вот этот стереоэффект не мешал. Вот это вот очень сложная вещь, над которой мы сейчас как раз работаем. Вот. И... А вот по поводу стерео, Дима тоже надо спросить, потому что я так понимаю, что там, ну, пока устоявшейся даже технологии нет. То есть каждый там полгода какая-то новая тема, новый плагин, новые законы, там, монтажа в стерео, еще что-то появляется. Ты хоть представляешь, во что-то ввязываешься, вот, ну, заходя в стереотему? Или есть уже какие-то наработки? Ну, мы сделали некоторые тесты, да, и, в принципе, понятно, как это делать. Постоянно появляются какие-то новые способы к этому подойти, особенно они относятся к переработке обычного 2D кино, да, как перевести его в 3D. Есть какие-то очень хитрые технологии, когда плоскую картинку рассматривают как кучу маленьких трехмерных пикселей, которые находятся просто в пространстве, и, исходя из этого, превращают сцену в 3D, могут там как-то двигаться камеры. Но тут скорее вопрос к режиссеру и к оператору, насколько они воспользуются таким инструментом, чтобы задать картинку, сделать так, чтобы у кадра был смысл в этой трехмерности. Потому что, ну, вот это, то, что я вижу в фильмах, да, как зритель, оно меня часто смущает, потому что я не понимаю, зачем это сделано. 3D ради того, чтобы посидеть в очках как-то по-новому посмотреть, лично мне не очень нравится, потому что там все вырезанным кажется. Но есть фильмы, в которых есть отдельные кадры, да, когда там что-то вылетает на тебя, либо наоборот, ты движешься сквозь там какую-нибудь страшную комнату, и ты ощущаешь, что ты туда попадаешь. Можно у меня вопрос на самом деле? Вы не поверите, мне это действительно ужасно просто важно. У меня вопрос к залу. Вот какой 3D-фильм вы считаете сейчас, я не беру те трейлеры «Аватара», которые мы все видели. Какой 3D-фильм или мультфильм для вас является сейчас эталоном? Или какое наибольшее впечатление произвел? Можете просто сказать? Рождественская история, да? Кто еще? Каролина в стране кошмаров. Это технология такая, она такая кукольно-3D-шная. Помните, в 2007 году, в декабре, мы в Weimaxe смотрели Биовульфа, а год назад мы в Weimaxe смотрели Вольта. И вот прошел год между Биовульфом и Вольтом. И, в общем, Биовульф сейчас вспоминается, ну, никак не вспоминается. Он, ну, это было такое смешанное чувство, да? И сейчас уже вот эти эффекты, когда что-то повисает перед глазами или что-то вылетает на зрителя, они уже как бы перешли в разряд таких, ну, не low level, ну, такой low quality, что не стоит этим злоупотреблять. Я к тому, что вот каждый год картинка меняется настолько сильно, что здесь очень трудно даже какие-то жанровые рамки определить. И кому-то Вольт нравится, кому-то мельтешит. Ну, это такой же сейчас процесс идет, как была вот эта бешеная гонка, когда Nvidia появилась, да, с GeForce-ами там, или как они, Вуду первая плата назывались, да, когда просто каждые полгода или там, не знаю, менялась просто концепция компьютерных игр. Вообще, просто все представились, господи, Doom вышел с анти-альязингом, ой, смотрите, Unreal вышел, господи, да это вообще что-то чудовищное. А потом через полгода смотрели и говорили, я туда помню, даже была смешная очень вещь, я пришел в магазин покупать эту вот Вуду, эту карточку, дрожащими руками ее беру, а мне девушка такая чек выписывает на Вуду-2. Вот, она выписывает, такая чек сохраните. Я говорю, а зачем? Ну, она говорит, да, через полгода там Вуду-4 какая-нибудь выйдет, придете, поменяете. Я говорю, да она сумасшедшая, что ли? Какая Вуду-4? Об этом еще, наверное, через 10 лет только будет. Ну, потом действительно Вуду-4. Вот сейчас то же самое происходит с 3D кино, то есть это мы фактически находимся вот в жерле этого вулкана, который сейчас вот скоро взорвется. Слушай, вопрос такой, который, может быть, вертится, кто-то стесняется спросить. Компания Bazileaks рассматривается как некий гейт, как некий, ну, как некая связь с Голливудом, можно сказать. Я упрощаю намеренно, специально. Я же подумал, как некий гей, я думаю, что… Нет, нет, гейт, там ты на конце. Понятно. И, ну, иллюзии, может быть, у некоторых есть, может быть, это не иллюзии, ожидания какие-то, что… Ну, это такой мостик, мостик туда. И, во-первых, вопрос такой, как осуществляется взаимодействие между здесь и там, как часто приходится летать туда-сюда, но как решаются те же самые языковые проблемы? Приходится ли сотрудников обучать английскому языку и как вообще это? Потому что, я так понимаю, по такой модели никто не работает. И, опять же, Базилев рассматривается как первопроходец, что ли, в этом смысле. Я сейчас вот два слова скажу, потом Диме передам слово, потому что он на практике хлебнул вот этого, а я просто со стороны, потому что я, слава богу, что я на этом проекте был не продюсером, а режиссером, потому что для продюсеров это, конечно, ад. Вот работа с иностранной большой студией, особенно Universal. Ну, ад не в плохом смысле, ад как бы в том плане, что это просто очень горячо, это очень много работы, это гигантское количество договоров. Ни единого человека не может быть, вовлечено в работу над фильмом, не имеющего паспорта, гражданства и даже, по-моему, ПБУ. То есть, чтобы он должен, обязательно каждый должен быть индивидуальным предпринимателем. То есть, это просто какая-то катастрофа, потому что вы можете себе представить, что когда у тебя есть там тысяча долларов на то, чтобы снять эпизод, ты, естественно, для того, чтобы разгрести там гору песка, которую случайно самосвал вывалил тебе на съемочную площадку, значит, надо быстро пригнать каких-то рабочих, и ты как подходишь, Аделбек, есть ПБУ, нет? Договор давай подпишем, пойдешь лопатой там помахаешь. Вот все, вплоть до такого просто. Ну, сейчас быстро оформим тебе, нормально все. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, это очень дисциплинирует, но это тяжело, честно. У нас штат юридический расширился, по-моему, раз в пять увеличился в связи с этим. А Дима тоже что-то сейчас добавит. Ну, дисциплина – очень правильное слово, потому что иностранцы, любые практически, да, они немножко по-другому устроены, и они думают по-другому. У них, если есть дата релиза, значит, до этой даты все должно происходить какими-то равномерными шагами. Не так, как у нас принято. Через неделю выходит фильм, все начинают метаться, что-то срочно печатать, самолетами рассылать копии. Там не так. И Universal, который выступал создателем этого фильма, продакшн спонсировал, да, продакшн был Базилевский, финансировал, да. Они очень плотно контролировали. Если напечатать все отчеты, которые мы отправляли о ходе дел в графике, я думаю, трех камазов не хватит, чтобы это все увести. И постоянно контроль был на всех уровнях. То есть то, что к нам приходило, это обязательно кем-то проверялось, с кем-то было согласовано. И на самом деле это хорошо, потому что если ты способен так работать, ты перестраиваешься, и ты к этому привыкаешь. Вот после Wanted, кстати, я там работал в качестве CG-супервайзера, занимался несколькими сценами. После него я, наверное, три месяца вообще ничем не мог заниматься, потому что мне казалось, что это много-много шагов назад. Когда ты спрашиваешь комментарий, тебе он приходит дня через три, и сформулирован как-то абстрактно, что ты звонишь и переспрашиваешь, а что вы хотели сказать. И вот работая на молнии, работая с людьми из Universal, мы все как-то привыкли к тому, что если от тебя что-то требуют завтра, то это именно означает, что завтра нужно будет это сдать. И сейчас есть много разговоров о том, как работать с иностранцами, работать на иностранных проектах, чтобы они заказывают в Индии работу, в Китае, для кого нет секрет. Как выйти на этот рынок? Вот в первую очередь нужно научиться быть дисциплинированными, потому что они привыкли к этому, они этого требуют со всех. Я вот могу от себя добавить, значит, с чем я столкнулся. Значит, очень вообще интересная такая была ситуация. Можете себе представить съемочный процесс? То есть что такое съемки, да, вообще? Это безумная вот эта вот гонка, подготовка, 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 планирование, там, 10 тысяч вариантов продакшн вот этого плана, то есть когда все по дням, каждая сцена расписана, как что снимается, техника, люди и так далее. И вот начались съемки и первый день. Ну, первый съемочный день – это вообще катастрофа. Это всегда какие-то проблемы, это всегда какая-то притирка людей друг к другу, там, группы и так далее. Ну, естественно, происходит, зачастую происходит переработка. Причем в нашем понятии переработка – это абсолютно нормальное явление. То есть это, ну, господи, ну, там, поработал, там, на три часа позже, осветители получили дополнительные деньги, там, все получили какие-то, ну, бонусы, там. Ну, нормально, то есть это абсолютно все стабильно. Значит, вместо, фактически, там, от завтрака на следующий съемочный день у нас катастрофическое просто продюсерское собрание относительно полуторачасовой переработки в первый день. То есть нам говорят, что это все, это крах проекта. То есть мы привыкли работать там по 10 часов у нас переработки, здесь полтора часа, это все, сказали. Проект можно останавливать, потому что у вас полтора часа переработки. Говорим, да что такое-то, господи, ну, чуть-чуть там переработали. Нет, ни в коем случае нельзя. Это значит очень плохое планирование, это значит безобразное понимание того, что вы можете сделать. Фактически то же самое, что Дима вот рассказывал про графику, что завтра это значит завтра. У нас это означало полтора часа, 90 минут, это просто катастрофа. Окей, ладно, все напряглись, начали работать гораздо лучше, гораздо собраннее, и настолько напряглись, что в какой-то момент мы не доработали. Мы закончили раньше, на два часа раньше. Счастливые, веселые, идем домой, отдыхаем, продюсерам пишем прекрасные письма. На следующий день разгон пуще прежнего. Собрание, на котором говорят все, вы абсолютно ни на что не годны, вы просто все заваливаете. Почему? Господи, ну вы, ну объясните, ну мы закончили раньше, мы даже, это значит, что вы не умеете планировать свой съемочный день. Потому что если вы закончили раньше, люди, которые работают и получают за смену, они свои деньги получили, а работали меньше. Это значит, что они у нас, вот эти два часа, мы им подарили просто бесплатно. Нельзя этого делать. Что вы должны были запланировать именно столько, чтобы заканчивать ровно в минуту в минуту. Вот это просто уровень, как бы, организации, которой требует студия. Ежедневные отчеты, причем не просто отчеты, а отчеты по хлопушкам. То есть это вообще какая-то дикость, когда мы снимали вообще всегда все без хлопушек. То есть это, ну как-то так, ну что-то хлопали так, для разнообразия просто. Вот, а здесь там, не дай бог, то есть мы им все дейлизы, все обязательно съемочные материалы все отправляем, количество кадров, количество хлопушек, снятый хронометраж и так далее. То есть это просто вот было такое, конечно, серьезное было испытание для всех, особенно для нашей съемочной группы, которая вдруг поняла, что можно же все, оказывается, успевать и не перерабатывать. Осветители не заработали много на этом проекте. Ага, плакали, конечно. А кто вот, какой пласт людей занимается общением именно с той стороной? Это же, наверное, специальные люди какие-то? Да, но вот в съемочном процессе этим занимается второй режиссер, ассистент второго режиссера, ассистент ассистента второго режиссера, продюсер, ассистент продюсера. То есть это вот целая группа людей, которые, пока ты там наслаждаешься, вот греешься на солнышке, вот этом минус 40, они сидят в вагончике и строчат вот эти вот безумные отчеты. То есть все-таки вам не надо проводить в почте там три четверти дня? Не-не-нет, ну, конечно же, нет, все понимают. Там все настроено на то, чтобы работать максимально эффективно. То есть это на Вонтеде просто я не смог этого почувствовать, потому что там не было российской съемочной группы, там были англичане, которые просто фактически что сделали? Они взяли так за грудки и все, и дальше они тебя как бы по земле лицом так протащили до конца съемочного периода и потом так посадили в машину, отправили в Москву. Я просто не мог понять, что происходит, но почему-то ровно в 6 часов утра тебя забирают, почему-то ровно в 7 часов вечера тебя привозят обратно. И ты ровно вот это вот весь день ровно делаешь то, что надо. А проанализировать это было невозможно. То есть как, вообще, что за этим стоит. Но там сидел целый отдел, там сидело человек 20, которые занимались только планированием. Вот, и все было как в армии просто. Вот в Базилевсе есть требования по английскому языку для приходящих? Английский язык мы ввели, конечно, везде и на уровне софта, и на уровне переписки. То есть вся переписка дублировалась, все отчеты велись на английском, соответственно. Сотрудники? Сотрудники. Нет, сотрудники нет. У нас были какие-то специальные люди, которые переводили что-то за сотрудников, которые не знали. Ну, потому что это тоже, это не совсем, конечно, правильность сотрудника требовать. Если он шикарный аниматор, то требовать с него знания английского языка и увольнять его из-за того, что он не может, там не отличает два слова каких-то, но это не совсем правильно. Тебе часто приходится летать туда-сюда? Идет летать? Да. Ну, вот сейчас, так как проект все-таки все делалось в Москве, поэтому летать вообще не пришлось. Ну, это хорошо. А до того? А проект Вонто, так как это делалось в Москве, Нью-Йорке, Чикаго и Праге, поэтому, в общем, там летали все без остановки. Там какие-то были даже спецрейсы, когда нас с Тимуром сажали в какой-то маленький самолетик, и перед тем мы летели через страшную грозу там молились, чтобы долетели. Там было очень много всего, да. Там перелетов было кошмарное количество. Хорошо, Дима, вопрос к тебе. Я, кстати, напоминаю, что вопросы могу задавать не только я. У вас тут много. Вот ты говорил, что дисциплина, да, и ты поработав с ними, у тебя как бы выработался, ну, уже не то, что иммунитет, сноровка, как называют такое умение. Но не секрет, что часть работы достается другим студиям. И они-то работают по своим шаблонам, а не по тем. Вот просто интересный комментарий, как накладывает вот уже твое, твой шаблон, твое мышление на взаимодействие с субподрядчиками, с ауцентрой науке. Есть разные студии. Есть люди, которым можно просто выдать проект, сказать, вот надо это, это сделать, ответить на вопросы, договориться о дедлайне, и в принципе все. Ты знаешь, что если у них что-то пойдет не так, они тебя обязательно наберут и скажут, вот у нас есть проблема, мы на два дня задерживаем. Но есть и другие студии, к сожалению. И бывает ситуация, когда с такими приходится работать. Я думаю, что сейчас вот как раз у нас кризис в стране. Естественный отбор, он существует. И я думаю, что те, кто заинтересован в том, чтобы к ним еще раз пришли, они будут стараться сделать так, чтобы ими были довольны. И репутация сейчас как никогда важна, поэтому я думаю, что через годик качественно все обновится и станет гораздо легче и приятнее раздавать большие проекты, потому что в одиночку их нельзя сделать. Если создать какого-то такого монстра, то надо перечерываться в Лос-Анджелес и открывать студию там. Ну вот у нас исторически сложилось, я считаю, что это очень правильно. Есть сильные студии, ну всех знают, появляются какие-то новые небольшие команды, вот ребята сидят, они сделали очень большой вклад в ракеты. Откуда, ребята, территориально-то? Из Москвы? Вот, и соответственно, то, как сейчас устанавливаются связи, если они один раз сработали, то дальше вот этот некий альянс, он продолжает жить. А какие-то случайные люди, которые попадают, ну соответственно, они больше не попадают. фрилансеры. Ну, тут еще я могу, наверное, сказать, что Дима-то он с точки зрения продюсерской больше на это смотрит, то есть для него срыв сроков, это все катастрофа, да, но действительно это правильно. А я просто еще могу добавить, что, конечно же, задача была неординарная. То есть это не, ну, грубо говоря, не просто вот какой-то там композ или что-то такого понятного, а это все-таки какие-то сложные такие моменты, которые надо объяснять, и у нас еще очень большие требования, поэтому вот мы встречались с людьми, проводили такие собрания, которые называются каток. Каток? Да, мы приглашали всех студии на каток, но это не потому, что мы на коньках там катались, а потому что мы просто как бы катком проходили по всем шоу там, по всем эффектам, и вот на этих катках мы порою там, были они по 16, там, по 17 часов, то есть вот такие встречи от друзей, да. Они за переработку не считались? Нет, нет, это вот как раз нормально считалось. Это вот жены за переработку там высчитывали потом. Вот, и вы... У вас вопрос? Да. Добрый день. Я прошу прощения, можно ли я? Конечно. А ты на самом деле доволен? Я очень, очень доволен результатом. А Дмитрий вот второй. Ну, я очень редко бываю до конца доволен тем, что делается, потому что понятно, что всегда можно сделать больше, и то, что ты делаешь, это всегда в какой-то мере компромисс. Но на молнии я могу сказать, что то, что мы сделали, учитывая все обстоятельства и не используя это как оправдание, мы сделали очень хорошую работу. И я бы сказал, что этот проект для меня является предметом большей гордости, чем вон тут. Вы все сможете это оценить в 31 числа в кинотеатрах? Слушай вас. Спасибо. Вот такой вопрос. Меня слышно? А вот в дисциплинированности западные специалисты, они, Вы сказали, намного квалифицированнее. А вот непосредственно в профессионализме, если так можно сказать, они сильно от отечественных отличаются? Чем-то превосходят или отстают? А вот тут вот как раз критерий профессионализма, он во многом и есть в дисциплине. Вот для меня это, честно говоря, я в конечном итоге во всех отраслях практически кинопроизводства, от продакшена до постпродакшена, то есть и даже в моменте написания сценария, вот эта вот дисциплина и умение оценить правильно. То есть что такое дисциплина? Это когда тебе дается задание, ты его можешь грамотно оценить, сказать, сколько это будет по времени, оно займет, это производство, вообще сможешь ли ты его сделать или нет, и сколько это стоит. То есть вот это и есть профессионализм. И дальше задача сдержать просто это слово и сдержать эти сроки, выдержать эти сроки и эти бюджеты. Вот, собственно, здесь они взаимосвязаны очень сильно. Спасибо. Еще добавлю от себя на Западе, вот в студиях класса ILM, Digital Domain, там туда попадает лучший из лучших обычно. То есть у них там очень много, кто хочет там работать, туда стремится много народу, они выбирают. И там, как правило, некий средний уровень, он гораздо выше, чем у нас. Но у нас основная проблема – это дисциплина. Например, по запрошлом ивенте был Маха из Пиксара, и его кто-то спросил, а вы Аськой на работе пользуетесь? Он сказал, ну да, мы там имейлом переписываемся. Они такие, да нет, ну не по работе, а так. Он даже не нашелся, что ответить. И вот из таких мелких вещей складывается как раз продуктивность твоего рабочего дня. И чем больше мы будем стараться, тем больше будем получать. Спасибо. Хотелось бы еще такой вопрос задать, тоже связанный с организацией. Вы используете какой-нибудь специальный софт для управления проектами? Или это таблички в Excel? Если Костик Харитунов раненый здесь, мы используем Церебро. В принципе, хорошая программа, да, там у нее много плюсов и минусов, но вот я считаю, что на нашем рынке это самое оптимальное, потому что она дорабатывается, у нее есть очень хороший инструмент для рецензирования. Вот Дима может сказать, как пользователь этой системы. Он давал там комментарии. Просто восхитительная программа. У меня других слов нет, потому что, ну, если убрать вот там, не иметь в виду какие-то технические моменты, которые там, когда она там что-то тормозила или что-то там вылетало, но я думаю, что это все можно побороть. Но в плане вот пользовательского, и именно вот как для режиссера, это, конечно, вообще просто софт моей мечты был. Потому что в нем можно буквально по кадрам, не знаю, там нарисовать то, что ты хочешь, и дальше еще после этого нажать на play, и это еще превратится в мультик. В общем, я вообще считал, почувствовал себя аниматором, и какие-то эффекты просто там рисовал. Летающие машины, какие-то ракеты, траектории, движения и так далее. Вообще, очень здорово все. Так что, ребятам, большое спасибо, и обязательно дальше это развивайте. Вопросы? И у меня вопрос, вот, я думаю, он интересует весь зал. А где же сам Тимур Бекмамбетов? Так. Он едет, едет сюда, скоро будет. Спасибо. Тема? На Волге. Летит, летит. Был такой фильм, цирк, по-моему, и там пока главный исполнитель Любовь Орловой не набралась, на велосипедах катались. А, у меня такой вопрос. Вот вы рассказываете про американскую дисциплинированность такую, ну вот, и я к ней очень уважительно отношусь лично. Ну, а вот я смотрю, например, сериал Доктор Хаус, да? Мы тоже его смотрим. Там есть такая, вот, мне кажется, что капиталистический мир начал отходить от такого вот конвейерного стереотипа, что человек должен быть включен, как, значит, болт в систему, и там типа с 7 до 8 фигарить. Они начали обращать внимание на то, что некоторых личностей гораздо выгоднее использовать в других условиях. Например, там, вот в Гугле у них какие-то там бесплатные обеды они выставляют, в Фиминсе 10% времени ты оборудование можешь использовать для собственных проектов. Вот, то есть они ищут какие-то тонкие особенности, которые на самом деле позволяют у человека выжить, ну, у американцев цель понятная, да, они, собственно, больше прибыль, минимум вложений. Вот. Русские по-другому устроены, чем американцы. Я понимаю, что сейчас мы находимся в таком пещерном состоянии, что нам освоить хотя бы их. Вы понимаете, что мы должны двигаться дальше? Вы нам сейчас глаза открыли. Теперь не знаешь, что делать. Нет, смотрите, американская промышленность автомобильная считалась, конвейер Гарри Форда в свое время сделал революцию. Японцы трахнули их как бы к овцу. У меня есть один сторонник в зале. Здорово. Японцы использовали свои национальные особенности и организовали вот это вот производство, которое было по-другому устроено, чем американское, и на американском рынке подъяснили старшего брата. Вы думаете о том, что мы как-то должны… Вот у нас сейчас есть проблема с этим связанным. Спасибо за вопрос, я его понял. Но на самом деле, вот мне кажется, что у нас есть сейчас проблема, именно связанная с тем, что мы слишком быстро переходим всегда к вот этой второй ступени и начинаем уже непосредственно обращать внимание на личности, на какие-то особенности каждого человека. То есть не наладив первый до конца этап, мы быстро переходим ко второму, потому что это, ну, как бы особенность такая, российский менталитет. То есть если человек есть какой-то вот с уникальным талантом там или еще с каким-то гифтом, то его хочется взять и вот максимально его как-то использовать. Нет, может наоборот. Может у нас, например, ну, как бы таджикский вариант рассмотреть, что наоборот все работают по 20 часов там. Ну, не знаю, но это, наверное, то, что работают люди по 20 часов, это все-таки еще, опять же, недостаточно, как бы, умение правильно все спланировать. То есть это не от того, что выкачивать надо все из людей, а это просто ошибки, так скажем, наверное, все-таки именно планирование руководства. У меня, наверное, тогда к Диме Такаякову вопрос. Вы готовы превзойти учителей? Да. Спасибо. Индивидуальность, это, конечно, это всегда ключ к успеху. Вот какие-то все держатся на каких-то отдельных личностях. мы работали в Штатах и со студиями, и с монтажерами, и со звукорежиссерами, и всегда ситуация одна и та же. То есть есть прекрасная, замечательная студия, которая замечательно организована и работает как один организм, но в этой студии есть три конкретных человека, или два конкретных человека, или даже один какой-то человек, который является ключевой фигурой и который, так скажем, изюминкой этой студии. И, например, все идут в компанию Encore для того, чтобы конкретный один инферно-артист сделал какую-то для них работу. При этом они туда приносят весь проект, его делают, все нормально, но конкретно вот этому человеку доверяют, что он будет делать самые главные эффекты или еще что-то такое. И вот везде такое есть. Или там была у нас ситуация, мы делали звук для дневного дозора на студии Todd.AO такая в Лос-Анджелесе. И мы работаем, все прекрасно. То есть у них такой вообще нонсенс, что у тебя человека забирают. Это такого не может быть, потому что проплаченный человек, и все. А у нас вдруг приходят и кланяются нам, падают в ноги, говорят, извините, отпустите Патрика на час. Мы говорим, ну что такое? А кто такой Патрик-то? Они говорят, ну как, это вот ваш звукорежиссер. Ну дядечка какой-то сидит такой лысенький. Ну хорошо там, а что тут случилось? Оказывается, приехал Том Круз для того, чтобы там, надо для миссии невыполнимо три, значит, записать какой-то отдельный там хлюп его. Вот. И, значит, оказывается, что в Голливуде есть один Патрик, который может правильно записать хлюп Тома Круза. И приехали именно к ним, вот чтобы он это сделал. Вот можете себе представить. То есть это все-таки говорит о том, что, конечно, личности, они везде есть. И они всегда являются вот этим уникальным. Вот только что пришла информация. Тимур стоит в пробке на набережной, уже рядом. Да, так что мы… Еще пара вопросов. Можете, да, еще. Про что? Такой вопрос. Скажите, вы вот отлично вы проводили все уже процессы. Кидывая, насколько он войдет в команду, а потом уже с ним работают CG-супервайзеры, каждый там делится у нас, ну там 3D, 2D, да, и каждый уже с ними работает, ну так же с ними работают продюсеры, которые про деньги договорятся. А были мысли открыть офис не только в Москве? А у нас открыт. Где? В Лос-Анджелесе. Есть офис? Да, да, конечно. А сколько там человек работает? Ну там сейчас немного человек работает, потому что он как раз больше координационный, нежели продакшн. Да, кто там работает? Ну, какого рода люди там работают? Там сейчас есть один продюсер и несколько менеджеров, координаторов, которые просто занимаются именно координацией между Москвой, Лос-Анджелесом и какими-то там различными делами. Этот офис находится на бывшей студии Чарли Чаплина. Вот так вот получилось. А это где территориальное? Бурбанк. Лос-Анджелес? Да, Лос-Анджелес. То есть там люди, которые не имеют доступа к материалу или все-таки это люди, которые отсматривают материалы и принимают? В Лос-Анджелесе все материалы были, конечно же, переданы. То есть они передавались синхронно везде. То есть это принцип работы просто у универсала такой, что там даже секретарша какая-то должна обязательно получить зачем-то там съемочные материалы. То есть у них, да, у нас был однажды даже такой казус с этим связан. На какой технике секретарш там отсматривают разрешение 4К или в общем имеется в виду съемочные материалы, а вот с точки зрения материала для работы именно по графике, то там мы пользовались некой вот какой-то там суперскоростной вот этой системой передачи, чтобы туда что-то отправлять. Я не помню, честно говоря, как она называется. Вот Димошу. Там работают американские граждане или там россияне тоже есть. Там американские россияне работают. А, Да, и один американский одессит. Очень веселый, да, с очень характерным акцентом, такой смешной. А офис в Питере, студия в Питере не рассматривали? В Питере у нас был офис довольно долгое время, сейчас мы решили его переквалифицировать. Сейчас в этом офисе находится кукольный театр. Как это? Да, вот так вот. Кукольный театр, который это в общем родственники Тимура. Сейчас. То есть мы сейчас его спросим. А, ну да, сейчас можно будет спросить как раз. и по- Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...